Добрый день, коллеги! Мы продолжаем наши открытые эфиры. Начинаются новые недели, и у нас новые темы появились. Сегодня наша тема – профессиональное самоопределение. Область профессионального самоопределения охватывает старший школьный возраст. Однако предпосылки начинают формироваться еще в дошкольном возрасте. И вообще в дошкольном возрасте существуют две позиции к отношениям между сверстниками и между взрослыми. Первая позиция – это поведенческая, а вторая позиция – ролевая. Поведенческое тема отношений намного слабее, чем ролевая. Допустим, ребенок хочет поиграть. Он берет игрушку и играет. Ребенок хочет подойти к своему другу Васе. Он подходит к своему другу Васе и предлагает что-то поделать. Взять игрушку или собрать конструктор. Однако в ролевых отношениях система отношений немного другая, немного сложнее. Потому что ролевые отношения отличаются определенными правилами и многим другим. И когда ребенок, например, берет на себя роль пожарника, ему нужен инструмент для того, чтобы тушить пожары. Он может построить его из конструктора, он может взять уже существующий инструмент и пойти тушить пожары. И для того, чтобы ему необходимо потушить пожары, нужен сначала огонь, то есть определенная ситуация, куда заложены правила. В данной ситуации ему надо будет действовать с определенным правилом, которые уже там заложены. То есть это ситуация, в которой вот эта роль присуща. И поэтому ребенок в такой ситуации придерживается определенных правил, которые там заложены. В таких отношениях, когда ребенок, он, например, взял у тебя роль пожарного, он зовет своего друга, чтобы он тоже стал пожарным. В таких ситуациях, в таких отношениях у них появляются какие-то профессиональные навыки. В первую очередь появляется знакомство с этой профессией. Дальше. Извините. Да. Коллеги, подскажите, пожалуйста, вы меня видите, слышите? Так, меня все видят и слышат. Хорошо. Спасибо. А до этого вы меня слышали, надеюсь? Все, отлично. Так, ну, продолжим. Самоопределение понимает как сознательный выбор утверждения и приобщения себя к определенной проблеме и поиска своей роли в данной проблеме. То есть ребенок ищет свою позицию по отношению к определенной ситуации. И в таких отношениях ребенок начинает действовать в определенной игре. Вообще, Макаленко говорил, что игра в некотором роде похожа на труд. Здесь тоже необходимо придерживаться определенных правил. И достижение цели вызывает за собой какой-то определенный труд мысленный, который позволяет ребенку подготовиться уже к определенной трудовой деятельности. Профессиональное самоопределение в старшем дошкольном возрасте отличается тем, что ребенок начинает приобщать себя к определенной профессии. И вообще-то являются предпосылки того, какими компетенциями обладают различные роли. И в данной ситуации я бы хотел порекомендовать вам вот такое... Так, порекомендовать вам пособие, которое называется «Кем я хочу стать?». То есть это две книжки, «Кем я хочу стать?», «Необычные профессии» и «Важные профессии». Чем же они интересны? Давайте посмотрим. Вот такая вот книжечка. Сейчас я снова закрою. Книжечка с клапанами называется. То есть, во-первых, здесь авторские стихи указаны. Давайте я вам зачитаю. Полететь к чужой планете, на космической ракете, звезды новые стать, путь кометы наблюдать. Кто я? И книжечка с клапаном вам подскажет, кто это. Это космонавт. Данные пособия разработаны по специальной методике, где необходимо давать детям сюрпризные моменты, предлагать знакомиться с различными книжечками и угадывать эти профессии по профессиональным областям. Вот я, например, зачитаю вам стишок, который здесь представлен, а вы попытаетесь отгадать, что это за профессия. Показать свои таланты в пышной пачке и пуантах, подаваться и надеть, выпаркнуть из-за кулис. Кто же это? Давайте попробуем отгадать. Сорокия, Налла, вы были первые. Я поздравляю вас. Да, вот, посмотрите, девочка танцует. Да, это балерина. И вот такие пособия позволяют ребенку узнать о профессиях. Во-первых, вы можете с ним поиграть, в стихотворение, например, порассказывать. Ребенок попробует угадать, кто это. Или же по картиночкам. Угадайте, что это за профессия. Вот человек выступает в строгом костюме, перед большой публикой. Возможно, артист. Но здесь вот в стихотворении будет сказано «Справедливым быть и смелым, заниматься важным делом, управлять большой страной, где народ гордится мной». Да, кто-то сказал. Но это такая очень важная профессия – президент. Вот такие пособия позволяют ребенку узнать о многих профессиях. Здесь вот представлены необычные профессии. У меня нет пособия, но важные профессии. Но там представлены как раз-таки другие очень важные профессии социальные, без которых нам, конечно, не прожить нормально в нашей стране. Ссылочку администратор вам сейчас отправит. А давайте мы теперь с вами немножечко поиграем. Сейчас попробуем поотгадывать различные профессии, допустим, как дети. Ну, вот такие вот профессии. Обратите внимание. Угадайте, кто это. Угадайте профессию. Давайте напишем в комментариях, кто же это может быть. Ну, я думаю, да, каждый сейчас угадает, что это у нас строитель. Во-первых, в одной руке он держит лопатку, а в другой руке, скорее всего, кирпич. Давайте посмотрим. Да, действительно, кирпич и лопата – это строитель. Обновите страницу, кто не видит ничего. Да. Так, а теперь угадайте, кто же это. Угадайте, что это за профессия. Если вот так ребенку предлагать различные профессии, у него появляется интерес к тому, что же это все-таки за профессия. После того, как он узнал, конечно же, вы ему помогаете, если там ему не получается узнать. Вы ему помогаете, после того, как он узнал, у него появляется интерес к различным профессиям о том, что же все-таки делает такой пожарный. Что же он тушит, куда он едет. А что он делает в то время, когда не бывает пожаров? И интересно будет сходить к пожарным, узнать о них в первую очередь. Это все, конечно же, с родителями делается дома. А это что за профессия? Каждая мама знает, что это за профессия. Конечно же, это повар. Молодцы. Это у нас повар. Повар готовит. Каждый дома, каждая мама – это в какой-то степени повар. Так, и, наверное, последняя профессия. Угадайте, кто это? Здесь тоже легко, наверное, вы сможете угадать. Да, маляр. Это профессия маляр. Давайте посмотрим точно. Действительно, маляр. Он красит у нас и здания, и заборы, и многое другое. И вообще, какие еще он может построить и красить, какими красками он пользуется. Все-все это детям интересно будет, если вы будете предлагать в определенной игровой форме ребенку. И в данном случае инструментом может послужить данное пособие, на которое сейчас также существует и действует скидка на сайте школы семьи гномов. Скидка 25% по промокоду МПАДА. Большими буквами через капслог вводите МПАДА при заказе данного пособия. Будет вам скидочка. И однако, смотрите, действует эта скидочка не только на это пособие, но и на все другие пособия. Я думаю, многие уже об этом знают. Действует данная скидка до 30 апреля. Поэтому пользуйтесь. Также пользуйтесь кэшбэком. В Letyshops, по-моему, там есть кэшбэк 5%. Поэтому скидочка будет намного больше. На этом мы закончим сегодня. Большое спасибо, что сегодня пришли, что сегодня были с нами. Желаю вам хорошей, плодотворной недели. Всего вам доброго. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok